Конкурс Задача претендентов на звание «Рыцарь года» продемонстрировать свои вокальные, танцевальные и спортивные навыки, покорить строгое жюри и сделать свое выступление запоминающимся ярким и креативным. Мой герой – так звучит в этом году тема конкурса. Ребятам предстояло не только раскрыть ее выступление, но и обосновать свой выбор. И тут стало понятно, насколько все претенденты в «Рыцаре» разные. Для меня герои выбрали герой Куликовской битвы – инок Александр Пересвет. Я в чем-то похож на Пересвета. Я верующий православный человек, будущий священнослужитель. И как бы тоже стремлюсь к богатырской силе. Культовый рок-музыкант, обычный парень-волонтер, знаменитый меценат Савва Морозов, солдат, погибший на поле боя во время Великой Отечественной войны, артист балета, инок. Герои у современных школьников самые разные, но всех их объединяет одно – благородство, честь и бескорыстность. Так же, как участников конкурса «Рыцарь года» объединяет любовь и стремление к созиданию и творчеству. И это главная цель всех претендентов «Рыцарей» и их помощников по команде. Показать свои таланты, посмотреть, на что вообще способен. И принять счастье в таком конкурсе, конечно, это тоже всегда хорошо. Я не волнуюсь, потому что я уже много раз выступала, и с волнением на сцене я уже могу побороться. Почти все претенденты на звание «Рыцарь года-2019» показали себя достойными носить столь почетный титул. Жюри пришлось нелегко. В итоге было решено, что в решающем финальном поединке сойдутся команды из ВХТЛ и 2-й, 5-й, 7-й и 9-й видновских школ. Екатерина Борисова, Владимир Бижонов, Елена Кошелева. Видное ТВ.